Итак, мы еще раз приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Это телерадиоканал Страна.ФМ. Здесь Влад Кутузов, Валерия Майерова и к нам уже пришла наша гостья. Да, 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 да. Профессор, директор Центра имени Кнорозова. Я правильно ударил? Хорошо. РГГУ по Галина Гавриловна Ершова. Да. Галина Гавриловна, здрасте, ждали вас. Спасибо, что пришли. Тема у нас сегодня крайне глубокая, интересная и неожиданная для нас с Валерией, потому что я за эфиром сказал, что мы уже серьезно готовились к сегодняшнему эфиру и выяснили, что там очень много неожиданностей. Даже слишком мне показалось. Давайте, может быть, с терминов начнем. Да, друзья, мы напомним, говорим мы сегодня о культурной революции и об идеологии глобализма и, наверное, чуть-чуть за... И антиглобализма, да, потому что одно другого не отменяет, да? Ну, антиглобализм, да, одно и то же, да, в общем. Хотя антиглобалисты такие несколько странные люди все-таки. Галина Гавриловна, вот культурная революция, если дать ей... Мы привыкли, вот мы смотрели, да, до эфира, это Советский Союз, это Китай, это 60-е из Соединенных Штатов Америки, да? Ну, то, что он слухует, то, что все обычно воспринимают. А вообще есть вот четкое определение, которое мы не нашли. Просто культурная революция — это что? Нет, ну оно есть, там изменения, но оно такое размывается. Там очень сложно все. Ну, непонятно, да, о чем. Вот, на самом деле термин-то вообще был введен анархистами. Такие братья Годины были, которые... От которых потом пошло тоже такие всякие интересные движения, значит, о том, что государство не должно существовать, экономика должна развиваться свободно. И, кстати, и до сих пор это все существует. Вот, а эти братья Годины, значит, один особенно у них там лютовал, он, значит, написали манифест, в 18-м году он был издан, где они объявляли вот необходимость культурной революции. Ну, вообще она, на самом деле, назрела, это витало в воздухе это понятие. И Ленин, собственно, термин-то ввел Ленин, когда в широкие обороты, разъясняя, зачем и что это такое, это вообще случилось в 23-м году в одной из последних, заметим, работ, там, о кооперации, то есть, казалось бы, какое отношение к культурной революции, кооперация. Вот, и тем не менее, он ввел этот термин, и термином он четко совершенно определил, то есть, следующее понятие, что Россия страна отсталая, крестьянская. Мы должны менять целиком жизнь. А у нас какие реалии вот в этой жизни? У нас управленческий аппарат, который, собственно говоря, или не хочет, или наоборот, вредит развитию, то есть, они сидят на прошлом, и огромная крестьянская страна, безграмотная, которая вообще ничего не хочет. И вот надо менять вот эти две вещи. Если, скажем, с управляющим аппаратом, там, хочешь работать, меняйся, и не хочешь, разберемся, то, скажем, уже с крестьянским, со страной, с народом, вот тут уже так просто не решишь. Надо было давать образование. И, на самом деле, вот эта вот культурная революция несла в себе посыл следующего, то есть, менять систему управления, сделать грамотным вот это огромное население, потому что безграмотное население, оно не способно отвечать на вызовы времени, оно не способно преобразовать эту страну, а задачи стояли грандиозные перед большевиками. И, значит, дать образование, избавить от вот таких зашоренных идеологических представлений, как, например, там, религия, которая тоже вот всех держала, в общем, в каком-то таком неразвивающемся состоянии. И вот это вот было поставлено как первоочередная задача. Поэтому вот культурная революция, она ворвалась буквально вообще вот в мир, в пространство, именно как то, когда огромная безграмотная страна стала грамотной. И причем Ленин сразу же поставил, что мы не можем растягивать это удовольствие, нам надо сделать, решить эту проблему где-то за, там, 20 лет. То есть действительно были поставлены рамки. То есть вот начало революции, там, одна чуть ли не из первых задач, до 30-го, до конца 30-х годов. И вот, и тут были разработаны разные методики образовательные. То есть как только не учили для того, чтобы страна, и вот перед самой войной, Россия стала грамотной страной. То есть оставались только старики, которые, собственно, ну, уже им поздно было что-то учиться. А войну они вымерли, и, в общем, в 45-м году у нас уже была полностью грамотная страна. То есть и вот эта культурная революция позволила что? Создать промышленность. Потрясающе, то есть на самом деле. Выиграть вот эту войну на основе промышленности. Создать потом, собственно, и бомбу, и ракетную технику. Это же не только одни мозги. Вот любые мозги, они появляются из бульона. А вот этот бульон, он должен быть густым, насыщенным, насыщенным, и его должно быть много. Вот тогда оттуда генерируется гения. А вот на пустом пространстве гения ниоткуда не появятся. Или их с дурачков там какой-нибудь примут, и, в общем, так они кончат. Слушайте, ну вот культурная революция, это Советский Союз, а после, в 90-е, когда к нам хлынуло огромное количество информации оттуда, как говорится, да, там же тоже произошла некая культурная революция со своими плюсами и минусами. То есть мы узнали, что люди могут жить и по-другому. Нет, тут еще одна хитрая вещь. На самом деле вот эта советская культурная революция, она изменила мир. Потому что, смотрите, вот все эксперименты, которые проводились в рамках культурной революции, архитектура, что весь мир, он, собственно, строился, ориентировался на русскую архитектуру, вот эти предложения, которые выдвигались, живопись. То есть искусство, самое новаторское искусство, все шло из России. Театр, все шло из России. То есть на самом деле весь мир трансформировался вот на этих экспериментах, которые проводила Россия. Наука. То есть развивались какие-то самые безумные направления. Казалось бы, литература, балет. Да, там в науке какие-то там переливания крови и не знаю что. И чего только не делалось. И, заметим, вся наука тоже потянулась за этим. Мировая, я имею в виду. Поэтому культурная революция русская, она трансформировала мир. Вот в этом отношении. Вот. А в 90-е годы случилось следующее. На самом деле мы как бы жили-жили-жили вот в этой нашей парадигме, как это модно иногда говорить. Вот. И началась вот такая вот хитрая вещь. Для того, чтобы размыть, вот разрушить страну, надо было размыть вот эти вот идеологическую основу. Так, но мы ни в коем случае не потеряли нить нашего разговора. Остановились на самом интересном месте. 90-е. Вот что там был за культурный всплеск, в кавычках можно назвать. Ну, на самом деле это был такой целенаправленный культурный всплеск. И это не 90-е, а это, прости господи, перестройка. Это вот 85-й год. Потому что полезла вот какая-то куча информации, ориентированная на то, чтобы, так сказать, население нашей страны и там социалистического лагеря, утратила вот эти вот основы мироздания. То есть каждый человек, он живет, то есть пока он понимает, где он живет. Как только утрачивается смысл, где вот там есть у меня семья, нет семьи, есть у меня страна, нет у меня страны, а что правильно, что неправильно. И все, человек разрушается. То есть его тут ничего не стоит раздавить, в общем, легко. И поэтому на самом деле вот эти вот конец, вторая половина 80-х годов, она была чудовищная, как вот теперь понимаешь, на самом деле, все происходящее, потому что были, совершались какие-то огромные вбросы, в общем, как оказалось, фейковых новостей о порочности советского строя, о там, не знаю, какие-то ужасы ужасные. То есть все плохо, шеф, никто не проверял, все охотно в это верили, потому что это подсовывалось как некая истина, которая вдруг открылась, и все, значит, ее стрепетом передавали. Я уж не говорю, ну, там, классика, 32-й год, голод. Вот голод, он был, это была засуха по всей земле, заметим. Этот голод был в Европе, в Соединенных Штатах, где они там умирали точно так же, и фотографии эти ужасные, которые показывают про то, как Россия морит голодом Украину, это из Штатов на самом деле. И вот это вот мы все еле-еле-еле-еле, и когда встал вопрос физической защиты нашей территории, на самом деле все оказались, а надо ли нам ее защищать, раз все так плохо. Я же помню, я девушка-то не юная, помню анекдоты ходили, вот началась бы война, там, Германия нас бы напала, а мы б сдались, ха-ха-ха, как смешно. То есть это был такой расхожий анекдот. И это на самом деле готовило людей к тому, что они не оказывали никакого сопротивления, никакому агрессивному вторжению. То есть вслед за этим идеологическим разрушением пошло экономическое разрушение. Вот, поэтому на самом деле развалили Советский Союз благодаря всему этому фейкам, там, прочим вещам, когда все отказались, то есть отказались от сопротивления. Но подмена ценностей была такая, что человек за джинсы или за вот этот вот видеомагнитофон мог квартиру просто выменить, потому что... Не, ну, это джинсы, это на самом деле чепуха, это все было еще при советской власти, такая часть реальности. И, в общем, ну, было-было, да, но там все равно как-то изменилось. Шло, шло, речь шла о гораздо более страшных вещах, когда там, вот, вся жизнь твоих родителей, твоя, оказывается, что эта вся жизнь была бессмысленная, она была плохая, она была неправильная. Тогда как вот на этом замечательном Западе вот они образцы, значит, хорошей жизни, свободы. Вот над чем я больше усмеялась, когда увидела эту западную свободу, выехав туда, особенно в науке, когда они задушат не то, что там за новую какую-то концепцию, а за пару слов, которые не совпадают там с главой их школы. Вот, и вот я думаю, господи, а мы как дураки, значит, верили, что нас клеймили, что мы такие вот все закостенелые. Вот, и на самом деле вот это вот все, оно работало вот в 80-е годы на разрушение и логично завершилось тем, что исчезли, если вы помните, кто помнит, в 89-м году исчезли все товары вообще отовсюду. То есть страну еще и поставили плюс вот на экономическое вот такое состояние полной нищеты, когда ничего нельзя было не купить, даже если хочешь. И благополучно подошло к 91-му году, когда всем уже было все равно, и как только объявили новую власть, там развалился Союз и все, и вдруг эти товары неизвестно откуда, те же самые советского производства, они все тут же оказались на прилавках по другим ценам. То есть, ну а как это называть? Вот у меня теперь, понимая, вот и оценивая прошлое, это понятно, что это какая-то была вот стратегически разработанная схема. И потом пошли бандиты, про бандитов говорили много, про уличных бандитов, когда мы стали бояться выходить на улицы, и за спинами этих бандитов на самом деле разворовалась страна. То есть выстраивалась вот эта вот совершенно какая-то чудовищная разворованная страна, где навязывалась идеология глобализации, то есть мы должны быть как все, а как все, это значит что? Это вот нет моральных норм, у нас нет моральных норм, мы не должны ни во что верить, значит, или мы должны верить, вот скажем, попадать вот в эти секты протестантские. Я как раз тогда же занялась, мне это стало интересно, я даже вот обратила внимание, почему все свихнулись на вот этих всяких сектах многочисленных, и полоумных, там, кашпировских и прочих. Вот, и вот это вот я проводила обследование. Вот, то есть на самом деле народ был действительно входил в это состояние гипноза, и любой мог им управлять. То есть вот в этом состоянии голода, нищеты, бесперспективности и без понимания основ. Слушайте, а кстати, если вспомнить, я просто вспоминаю то время, и для нынешнего времени это вообще абсолютно другая реальность. Каждый вечер на главном канале страны выходил человек, который в течение часа, а то и полутора, делал вот это вот... Нес какой-то ахинею, да. Это же, ну, это правда было с нами? И все сидели с банками, там, с мачвой какой-то, да, да. Слушайте, ну существует мнение по поводу Советского Союза, что это был отчасти, а может быть и от большей части даже процесс естественный, потому что все 15 республик просто уже вот пережили свое, скажем, совместное существование, и надо было уже отделяться и как-то идти... Ну, правильно. Страны Балтии, отдельная история, да, они уже... Да, а чье мнение о том, что это был процесс естественный, вы понимаете? Вот я помню эти годы, когда, скажем, на Украине, по-моему, какие-то вот люди подходили, мы там на машине с русскими, ну, с московскими номерами ехали, и там плакали, и говорили, как, неужели мы все, мы остались теперь одни? Это что, естественно? И как мои латыши, значит, говорили о том, что их обобрали, и на пенсию они не могут квартиру заплатить, и их выгоняют из дома, где они жили, только потому, что вернулся какой-то там потомок хозяина из Штатов, и теперь всех выгоняет. Никто, на самом деле, это вот, собственно, были манипуляции, кому-то очень выгодные и нужные манипуляции. И, прости господи, там, не к ночи быть помянут, Сорос, который, собственно, вкладывал деньги в том, чтобы разрушать, разрушать, разрушать. То есть это было чудовищно, эти проекты Сороса, я вот сама, например, видела, научный проект подает человек там из каких-то наших регионов заявку на проект, там, исследование, ну, не знаю, не важно чего, лесов. И вот там обязательная глава, графа в этом заявке, где человек должен написать о том, что он был репрессируемым при Советском Союзе, его как нацменьшинство притесняли, и вот если вот это не заполняется, что он жертва режима, то ему не давали денег. Так, ну мы хотели вот сейчас последний выход посвятить чему-то позитивному. Нет, говорит, мы вообще не прекращаем, даже за эфиром. У нас тут бурные обсуждения идут. Нам поэтому трудно вспомнить, на чем именно в эфире мы прервались. Лера, я хотел напомнить, что у нас в гостях сегодня Галина Гавриловна Диршова, профессор, директор Центра имени Кнорозова РГГУ. Так, позитивные перемены, то есть, получается, у нас был подъем, у нас был провал, а сейчас-то мы к чему идем? Нет, а сейчас у нас опять, слава богу, мы сейчас живем в состоянии перемен. Вот в Советский Союз, когда мы с вами обсуждали, что плохого было, на самом деле самое драматичное было то, что он на каком-то этапе, достигнув вот этих вот успехов, перестал развиваться. А вот то, что не развивается, умирает. Точно так же, как то, что вот в лед развивается, тоже разлетается. И поэтому все высокие цивилизации гибнут, потому что они считают, что они взяли бога за бороду на каком-то этапе и перестают развиваться. И вот тут наступает смерть. И Советский Союз, на самом деле, к сожалению, не успел осознать этого, чтобы перейти в состояние развития на том трагическом этапе. А мы сейчас, слава богу, мы вышли из этого ужаса 90-х годов, и, собственно говоря, мы действительно развиваемся. То есть развиваемся и в науке, и экономикой, и, слава богу, эти санкции, которые толкнули развитие промышленности, что чрезвычайно важно. Тоже так интересно, да? Они хотели нас напугать, а мы хлопали. Да, 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 да. Оказалось, что вот и в пользу. Ну, правильно, вот гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот это то самое. Вот, поэтому гром грянул, мужик, значит, начал креститься мелко-мелко, и, главное, включил мозги. Вот, поэтому, на самом деле, но это почему особенно важно России сейчас развиваться? Потому что вот по расчетам, которые делаются там разными клубами, специалистами, да и моими собственными, начиная с 25-го года по 40-й год, обещается глобальная перемена вообще вот модели мироустройства. То есть вот это все математически рассчитывается. Это имеется в виду экология? Нет, никакая там экология, какая была, такая всегда и есть. Это на самом деле, понимаете, вот как был там, скажем, каменный век, средневековье, разные модели управления, хозяйства, технологии. И вот сейчас мы перешли, стоим на пороге и уже движемся, вот должны произойти какие-то качественные изменения, по-другому должно быть организовано общество. Другое управление, то же самое, другая модель, вот все должно измениться. И самое смешное во всем этом, что человек никогда не знает, что будет потом. То есть это один из законов удивительных, вот развития общества, когда нельзя спрогнозировать то, каким будет следующий этап. И мы стоим на пороге, вот идем уже к этим глобальным изменениям. Поэтому развитие России, на самом деле, оно исключительно важно для того, чтобы нас не съели как раз в процессе этих перемен. Потому что вот когда начинаются вот эти перемены, исчезают прежние правила. Их стирают, потому что прежние правила не позволяют радикально все крушить. Поэтому мы ощущаем, что рушатся все правила взаимодействия стран, то есть политические там взаимодействия и прочее, именно для того, чтобы позволить себе делать все, что хочешь, тем, кто хочет доминировать в этом будущем пространстве. Вот мы вне эфира затронули эту тему, я думаю, может быть, и в эфире немножечко проговорить, что человек должен очень сильно фильтровать всю информацию, которая к нему приходит, потому что сейчас война идет на уровне информации. Да, война идет на уровне информации. То есть вот нельзя готовиться к прошедшей войне, надо готовиться к будущей войне. И вот эта будущая война, в которую, на самом деле, мы уже вступили, она совсем другая, она информационная, это другие технологии. То есть там уже оружие важно, то есть вот там показали, как ракета взлетела из Каспийского моря и перелетела. Все, мир затих в этом отношении. Слушайте, а получается, на самом деле, ведь даже запуск ракеты носит информационный характер. Да, абсолютно. Там надо было показать. Родные, не хотите видеть, не пригласили на парад, никто не захотел приехать, все молчали. То есть они, это я подозреваю, разведки знали, что мы можем показать на этом новом параде, вернее, на том параде. Все молчали. И вот пока эта ракета не взлетела, не села, вот тут все, значит, стала другая реакция. Но война, на самом деле, идет информационная. И поэтому, на самом деле, мы должны быть тоже вот, ну, к ней готовы. Потому что каждая система, то есть каждая страна в данном случае, она защищает прежде всего себя, своих людей и потомство своих людей. То есть все эти вот красивые слова, там, размазывания по всем местам о том, что все человечество, какие мы все одинаковые, как мы обо всех заботимся, да чепуха это все. Мы должны заботиться о себе. Вот я у себя дома заботюсь там о своем доме, о своих собаках, там о своем ребенке. То есть я не сделаю плохого и помогу другому. Но есть система приоритетов. И вот в нашей стране мы заботимся о себе. И поэтому, если нам хорошо, то и соседям нашим будет хорошо. Мы никому, так сказать, зла не хотим. Галина Гавриловна, а вот смотрите, ну, о себе это понятно, да? Да, конечно. Ну, как бы это логическая вещь совершенно. А я не сторонник теории Загорова, и Лера тоже, наверное, обсуждали. Я вообще не так. Но все-таки, вот ваше личное мнение, существует же много разных мыслей по этому поводу, что есть в мире некая сила, там, пятерка, десятка, Ротшильда и так далее, и прочее, Соров, да, которую упоминали тоже. Ну, да. Которые, вот, совершенно невидимым образом, но они отруливают четко совершенно всю ситуацию, которая происходит в мире. Я, честно говоря, тоже не сторонник этих теорий Загорова. Они, ну, такие, с 19 века идут, там, масоны всякие, вот, когда это собственно... Извините, что перебью, но мы же не можем отрицать того, что эти люди реально влияют. Нет, они реально влияют. Они реально... Да даже тоже Евросоюз, как это называется, ЕС, то же самое. Что это такое вот этот ЕС? Ну, клуб. Они не являются ни политической силой, ни законной, там, а вот какие-то там пятерка, там, не знаю кто, семерка. Вот они объединяются, и они почему-то принимают решения, которые навязывают другим. То есть это тоже стереотип, который человечество воспринимает, как из прошлого, что есть кто-то, который может нам навязывать свои решения. А им, кстати, тоже навязывает кто-то, и мы знаем, кто. А им, а их послать, и всё. Вот, на самом деле, это будет самое правильное. Вы понимаете, вот, 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 как там, гипноз, гипноз, столкнуть, если в лоб, то, вот, собственно, весь гипноз закончится. Вот единственная форма, которая есть. Поэтому отказаться от вот этих любителей напускать страшилки из теории заговора. Это тоже информационная война. То есть человек должен быть психически устойчивым и допомнить, что мои интересы прежде всего. У тебя есть право, там, у этой семерки что-то вообще мне навязывать? Нет, иди свободен. Можете обедать вместе и обсуждать мировые вопросы. У меня свои задачи. Вот это прям отличная мысль для того, чтобы закончить эфир наш сегодняшний. У нас время заканчивается, к большому сожалению. Ой, как жалко, ну ладно. Жалко очень, поэтому мы ждем вас в следующий раз. Придете? Хорошо, ладно, все. Большое спасибо. Друзья, у нас в гостях была профессор, директор центра имени Кморозова РГГУ Галин Гавриловна Ершова. Галин Гавриловна, еще раз большое спасибо. Было крайне интересно. И всегда у нас такая лапсовая бумажка для с Лерой, когда микрофоны выключаются, а обсуждение еще более бурно продолжается. Вот сегодня был тот самый случай. Ну и кроме того, такая взаимная подзарядка произошла, понимаете? Спасибо вам огромное. Хорошего вам дня и ждем вас еще в нашем эфире. Спасибо, до свидания.